Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Сегодня буду делать режущий разметочный рейсмус. Режущий, потому что вместо иголки в нем будет маленький нож. Есть у меня вот такой вот обрезочек. Это щит Кая. И вот такой вот обрезок Венге. Подарил мне эти обрезки в свое время Миша Макаревич. За что ему спасибо. Ну вот пойдут на изготовление рейсмуса. Есть у меня еще вот такой вот небольшой кусочек квадрата 12-го латунного. Тоже пойдет в дело, как и небольшой отрезок от этой вот полосы латунной. Нужно мне сделать вот здесь вот проушину, чтобы сюда интегрировать вот этот вот кусочек латуни. На Венге не особо видно разметка, поэтому я наклеил малярный скотч. И, надеюсь, видно, вот здесь вот я разметочным ножом сделал риски. Наклеил я на каретку свою малярный скотч. Сейчас его пропилю, потому что вот этот вот пропил уже немножко раздолбанный. А так на скотче какое-то время будет четко видно, где будет проходить диск. Получилось проушина, в которую довольно плотно входит вот этот вот латунный квадрат. Ну, сейчас я его отпилю, буду сверлить отверстие здесь и нарезать резьбу. КОНЕЦ ПОНЕЦ 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 после пильного диска дно проушины не очень хорошее сейчас я все это дело аккуратненько напильником выровняю ну вот так вот уже получше до идеала тут доводить большого смысла нету главное чтобы поверхность вот это вот была ровная потому что в нее будет упираться ножик прихватил я все это дело на супер клей буду ждать пока он высохнет и потом буду вот здесь вот делать штифты потому что просто клея как мне кажется здесь недостаточно разметил я отверстия под штифты сейчас просверлю вклеил я в качестве штифтов буковые палочки для шашлыка но в принципе вот штанга практически готова надо дождаться пока высохнет клей и излишки вот этих вот палочек убрать займусь изготовлением колодки прострогал я две вот эти вот части вначале на электро рубанке потом немножко подправил ручным теперь вот эти вот две части сходятся вот как-то так штанга ходит с одной стороны легко с другой стороны и не сильно она тут болтается склеил я колодку сразу убрал излишки клея но подожду пока он высохнет и продолжим нужно мне сделать гайку которая будет врезаться в колодку рейсмуса есть у меня пруток 15 миллиметров и сверло тоже есть на 15 миллиметров что я сделал я ненужном обрезке просверлил отверстие диаметром но под пруток сделал вот такой вот пропил и сейчас все это дело зажму в тисках у меня появилась плоскость относительно которой я могу ориентироваться когда буду ровнять при помощи напильника торец прутка потом я пилю кусочек того прутка который мне нужен и второй торец тоже напильником таким же способом подровняю вот так 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 Вот такая вот получилась заготовочка для гайки, которую я буду врезать вот сюда. Я выставил глубину сверла так, чтобы только показался его кончик. Теперь с обратной стороны просверлю навстречу, чтобы не было вырывов. Просверлил я отверстие 8 миллиметров насквозь, забил вот эту вот заготовку. Сейчас здесь на керню буду сверлить отверстие 5 миллиметров и нарезать резьбу М6. Продолжение следует... Пока суть додела высох клей на вот этих вот штифтах, значит, ну, срежу я излишки. Отпилил я колодку в размер. Понарисовывал на ней вот такие вот разные кривые, надеюсь, видно. Ну, сейчас придам ей форму при помощи ленточной шлифмашины, установленной стационарно. Ну, вот такая вот колодочка получается. В общем, такое дело, ребята. Пока я тут преобразовывал деревяшки от Миши Макаревича, значит, в рейсмус, Миша Макаревич, приехал посмотреть, что я тут с его деревяшками делаю по итогу. Надо пошлифовать немножко. Еще пошлифуй, Миша, пошлифуй. Вот ты как, хорошо. Но я подтверждаю, что это полнейший экспромт. Я Андрею позвонил буквально там 40 минут назад, потому что родители живут в одной станции метро. И вот мы так быстренько соединились, и он смеялся, думаю, что ты смеешься? А он говорит, ты не поверишь, но я из твоих деревяшек делал рейс, и все говорят, ну, ты даешь. Вот так вот получается тогда. Удивительно, приехал ко мне через Мишу Макаревича вот такую вот, ну, линейка эта, от Володи Евдокимова. Какой путь проделала эта линейка, я даже боюсь представить. Я столько в жизни никогда, наверное, не перемещался на такие расстояния. Володя, огромное спасибо тебе за такой подарок. После всякой мистики на канале продолжаю я делать рейсмус. К штанге рейсмуса прикрутил я шурупами вот такой вот кусочек полосы латунной. Сейчас буду делать скобку из обрезка вот этой вот латунной полосы. Какую скобку, которая будет вот здесь вот сейчас загнется, будет здесь стоять. В общем-то так, чтобы винт, который шел сверху, упирался именно вот в эту вот скобку, будет она играть роль прокладки, чтобы вот эту вот красоту не сильно портить. Примерно вот так вот все это дело будет смотреться. Единственное, что сейчас я стомиской сделаю небольшое углубление в колодке, чтобы вот эта вот пластина скрылась заподлицо, и можно было при необходимости подвести нож рейсмуса, который будет вот здесь вот, к самому краю колодки, чтобы можно было отметить какие-то очень небольшие расстояния, допустим, когда врезаются карточные петли. Ну вот так вот получилось. Я надеюсь, видно. Полоса немножко уже, чем ширина гнезда в колодке. Ну, как бы, я думаю, это будет не сильно страшно. Выточил я вот такие вот симпатичные винты. Ну, благо дело, токарный станок есть. В общем, как этот механизм работает? Все просто. Отжимаем. Так вот, все хорошо двигается. Зажимаем. И уже ничего не двигается. Ну, то есть, вот с обратной стороны углублять это дело, по мне, без надобности. И, входит эта вся штука свободно. Зажимает очень и очень неплохо. С точки зрения геометрии, в зажатом состоянии, тут все весьма и весьма неплохо. Осталось сделать ножик для рейсмуса. Есть у меня вот такой вот обломок некогда весьма неплохого японского ножа. Ну, по моим понятиям неплохого, а там, я не знаю. Нож не очень дорогой был. Проржавел он вот в этой вот части. Даже незаметно было ржавчина, что вот тут вот что-то ржавеет. И в итоге обломался. Ну, соответственно, отрежу я полосочку. Из этой полоски металла буду делать нож для рейсмуса. Потихоньку, полегоньку, чтобы не отпустить сталь, отрежу я нужную полоску. Вот такой вот ножик получился. Осталось его заточить. Заточка у ножа должна быть односторонняя, поэтому я выровняю с одной стороны плоскость. Ну, вот такая вот получается поверхность. Не то чтобы совсем зеркало, но для такого ножа вполне достаточная, на мой взгляд. При помощи алмазных брусков теперь сделаю вот эти вот режущие кромки. Ну, вот такой вот ножик получился. Есть у меня вот такие брусочки 3Мовские или надфили. В общем, прошелся я от 20 микрон до... Точнее, от 125 микрон до 20 микрон. Потом немножко сполирнул на брусочки с кожей с пастой ГОИ. Ну, вот так вот все это дело режет. Я надеюсь, видно. Сейчас поставлю в рисмус. Посмотрю, как по дереву работает. Здесь у меня вот такая сосновая дощечка. На ней и буду пробовать. Я надеюсь, видно. Ну, вдоль тоже работает. Остается все это дело разобрать, пошлифовать, покрыть маслом, где надо, может быть, подполировать. Ну и все, уже покажу готовый результат. При помощи бормашинки немножко полирнул я все это дело. Ну, вот такая вот красота получилась. Еще раз покажу, как это все дело размечается. Я надеюсь, видно. Наверное, на этом и все. Спасибо за просмотр. До свидания. Продолжение следует...